Алексей с сыновьями в Барнаульском зоопарке. Еще недавно и он был подневольным. В местах не столь отдаленных за непредумышленное убийство отец семейства провел 7 лет. Сыновья в это время были в детском доме. Чтобы быстрее вернуться к ним, признается мужчина, он изо всех сил стремился выйти по УДО. У меня единственная цель была, я пораньше освободился ради только их. И вот сейчас вот вся жизнь у меня только с ними связана и живу я, собственно говоря, ради них. Алексей говорит, поддерживать с детьми контакт, пока он был в колонии, самому практически невозможно. А благодаря госпрограмме УФСИН «Рождественская елка» такая возможность появилась. В преддверии Нового года и сразу после него сотрудники ведомства и волонтеры, всего более 200 человек, дарят детям заключенных подарки. Причем от имени их родителей. Таким и не только образом правоохранители стараются сохранить связь между разлученными родными. Один из таких рождественских ангелов Юлия Скандакова подчеркивает, что подарками дело не ограничивается. Есть такие ситуации, когда мы приезжаем и понимаем, что, например, мы привезли подарок, а у детей нечего носить. И после этого мы, конечно, возвращаемся, привозим одежду или приезжаем, и оказывается, что в этой семье это единственные игрушки, которые мы привезли. Мы возвращаемся, значит, и привозим игрушки. Сотрудники УФСИН говорят, заключенным важно дать понять, что на воле их ждут, что пока их нет, об их семьях заботятся. И тогда у оступившихся людей появится мощная мотивация быстрее освободиться и начать новую нормальную жизнь. Для переоценивших свой путь накануне освобождения даже предусмотрены отпуска, чтобы навестить родных или заранее найти работу. В период такого выезда осужденный может лично обратиться в те организации, может быть, даже там, где раньше работал, как говорится, подготовить почву для своей дальнейшей жизни. Правда, такую возможность получают пока немногие. За прошлый год всего около трех десятков осужденных по всему краю. Для оставшихся тоже есть варианты. К примеру, можно обратиться в Центр социальной адаптации и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь помогут восстановить документы, решить вопрос с временной пропиской, а при необходимости – жильем и питанием. Многие бывшие заключенные признаются, что именно такая поддержка помогает встать на путь исправления. А иначе все может закончиться печально. «Либо тюрьма, либо кладбище. Больше нету. Я думаю так. Но если нету фундамента, от чего отталкиваться? Здесь фундамент государственный, я так понимаю». Основной наплыв бывших заключенных, а также других лиц, нуждающихся в помощи, бывает в холодное время года. Тогда практически все 70 мест оказываются заняты. Кстати, таких центров в крае всего два. Один из них в Барнауле. Нашему герою Алексею в этом смысле повезло. У него есть дети, которые не забыли отца, пока он отбывал срок. А их будущее сейчас во многом зависит от него. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. День с толком.